вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова и я тут самый Дмитрий Трофимов сегодня с вами а мы влог снимаем скажи пожалуйста ты был когда-нибудь в депрессии я был в депрессии у меня была жуткая депрессия когда я приехал с Египта я работал гидом и мне было очень тяжело накопилось очень много негатива вообще по жизни и плюс перепады температуры и плюс то что я там заработал много денег я там был успешен а приехал я обратно в свой город в Сибирь в холод и это все медленно копилось и мне стало очень тяжело что я только не делал депрессант и психотерапевт ходил по врачам пытался как-то это вылечить убрать и вы знаете что мне помогло я в шоке ты знаешь что мне помогло угадай бросить дрочку бросить дрочку нет кстати вот тогда надо было задумываться об этом хорошая мысль но тогда я об этом не подумал и я бегать начал я бегал как сумасшедший чтобы выжать из себе все что у меня есть все что накопилось в теле выжать это все и я уставший после бега возвращался домой и моей депрессии не было потому что сил не было на депрессию я ложился спать и так и бегал каждый день и постепенно постепенно реально моя депрессия начала уходить а как ты заставил себя бегать я шел в плохом настроении около своего университета там было вот это футбольное поле и я подумал мне так плохо что я просто побегу сначала просто шел пешочком просто шел а потом побежал и когда я бежал, мне было все так же плохо, была все так же депрессия. Я разгонялся, еще сильнее депрессия, бла-бла-бла-бла. Все время, пока я бегал, все время у меня была депрессия. Но после того, как я устал, и я уже шел такой, уже вот такой качался после вот этого бега, я понял, что что-то изменилось. У меня было вот это состояние усталости, а с другой стороны внутри было все спокойно. И это ценное ощущение. Хочешь кофе? Да. Давай пей. Пей, снимай, пей. Байдию эту. А давай я пока тебе еще скажу вопрос. Дима, ты веришь в эзотерику? Ты веришь в эзотерику? Я верю в эзотерику. Но только я верю в эзотерику, которую не могут объяснить другие, да. Я имею в виду, что всякие профессора, ученые не могут объяснить какие-то закономерности, которые происходят в жизни. Но благодаря этим закономерностям что-то можно получить, да, какой-то результат получить. Я верю в такие методики, которые дают определенный результат. И я, ребята, я не верю эзотерикам, да, которые говорят я почувствовала энергию, я испытала любовь, мир, это вселенная. То есть я не верю в все внутренние состояния, которые остаются только внутри. Если внутреннее состояние никак снаружи не проявляется в плане каких-то результатов, каких-то результатов видимых, все остальное чушь собачья. Поэтому все, кто мне говорят, что я что-то испытал, я этих людей не слушаю. Я думаю, что они шизануты, они реально шизануты, они сумасшедшие. Но в то же самое время есть какие-то определенные технологии, благодаря которым можно притянуть с помощью силы мысли что-то. И если я увижу, что человек говорит я испытал, а потом у него я вижу автомобиль Бэнкли красного света или розовенького. Я верю ему. Я верю, что значит он действительно... Ну, конечно, может быть, он мошенник и просто таким образом пытается продать что-то свое, а может быть, это действительно так. В любом случае, я к нему прислушаюсь, если я увижу конкретный видимый результат. Давайте пример. Очень клевый пример. У меня есть знакомая, она делала энергетическую практику специальную одну. И я думал, ну пусть делает, ну ладно. То есть я ничего не буду ей говорить, что она там, что-то с ней не так. Я просто наблюдал за ней. И угадай, что произошло дальше. Угадай. Ничего. К ней потянулись люди. А эта знакомая, она ходит периодично танцевать, и к ней начали подходить партнеры, мужчины, которые звали ее танцевать. Раньше такого не было, а сейчас это участилось. То есть ее начали звать. При этом она также по-другому общается с ребятами, которые вот в тусовке. Она интересно общается, она постоянно смеется, люди к ней тянутся, люди к ней начали тянуться. И я такой подумал, энергетическая практика, говорите, да? Но может быть ли это психология, да, а не энергетика? Я делаю себе энергетику, благодаря этому ко мне тянутся люди, думаю я. Тянутся ко мне люди, люди ко мне тянутся, думаю я, да? Ну какая разница? Результат есть? Не важно, психология, либо это энергетика, не важно, есть. Я вижу это, вижу. Я видел ее на протяжении двух лет. Никто к ней столько не подходил, как тогда подходили. Никто к ней столько не общался, так ярко, бурно, выраженно, никто не общался, как тогда. Она по-другому стала общаться, я тоже раньше на протяжении двух лет это не делал, а то все изменилось. Поэтому я верю в это. И не просто верю, я это вижу, я могу видео даже снять и показать вам, если захотите. Спасибо. Спасибо. Это вот такой кофе. Это такой кофе, а? И вот такой. Это соляночка. Соляночка. Я занимаюсь эзотерикой, в том числе, ребят. И такие сразу, ну все, анти, антиподписка. Я отписалась. Я отписалась, в комментарии написал, все, ты скатился, Дмитрий. Но, у меня есть методика, посмотрите на моем канале, называется правильная постановка целей. Там, где я машу рукой, говорю, что это мои фанаты, посмотрите это видео. И если приглядеться, да, с точки зрения эзотерики, вы увидите кое-какие детали. Вы прописываете реальную картинку, и вы не просто говорите, я хочу быть уверен в себе, Дмитрий. А вы говорите, где проявляется эта уверенность в себе. И вы начинаете действовать. И в какой-то момент картинка совпадает с тем, что вы описали, с точностью до 99%. Это не просто психология. Я на тот момент, и на тот момент, я считаю, когда это реализовывается, я считаю, что это та самая эзотерика. Вы не просто прописываете цель, вы создаете желание, и вы потом в итоге реализовываете это желание. Я считаю, что это метафизика. Самый главный, да, показатель, это ваши эмоции, когда вы это прописали. Без этого желание не исполнится. А есть же, есть же, мать его, люди, которые смотрят это видео, или которым я говорю, что нужно прописать цели, они мне говорят, Дима, не надо мне цели. Я сильно независимый, я и без цели все смогу. А потом он сливается через две недели с моей практики, потому что понимает, что у него какие-то другие дела. А все дело в том, что он просто не прописал цели. У него вот этого нет желания, да, вот желание, чтобы это исполнилось. и это грустно. А есть другие люди, которые прописывают это все, их зажигает, им нравится, клево, классно, в итоге исполняется это. И они мне пишут результат, отзыв пишут, и говорят, Дима, спасибо тебе за практику, я реализовал то, что я написал, это круто. Для меня это метафизика. Лучше бы мы не начинали на эту тему разговор. Лай, ладно, мне все равно, что вы там думаете. Не отписывайтесь. Я не позволю ему слишком много про эзотерику говорить. Еще мы постепенно к этому все равно идем. Какую ты любишь музыку? В данный момент мне нравится все, что связано с чиллаутом, лаунж. Лаунжи, правильно сказал? Да. Попса, это когда я танцую, а если, ну, танцую я, я имею в виду парные танцы, да, может кто-то не знает, я танцую парные танцы. А если что-то такое релаксовое, чтобы кайфануть, послушать музыку, то мне нравится лаунж и чиллаут. Ну и на этом все, я на самом деле не меломан. А кино ты любишь? Нет. Последний фильм, который я посмотрел и произвел на меня впечатление, это Тарантино. Однажды в Голливуде. Ну, наверное, это все. Мне фильмы скучно смотреть. Мне скучно одному смотреть, мне скучно с кем-нибудь пойти, да, интересно. Поэтому, если вы хотите меня позвать в кино, позовите, мы вместе с вами с удовольствием сходим. И странный, истерический смех закадывал. Еще. А еще больше ответов на вопросы ждет вас во второй части влога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова